Вторая песня-то забавная. Вот когда прошло с большим успехом по радио спектакль «Дети Капитаны Гранта», я эту историю рассказывал много раз, то следующий спектакль по радио должен был быть в советские времена «Черная стрела» по Романову, Роберта Гриста Стивенсона «Черная стрела», там, если помните, гениальное произведение «Война в Белоруссии», там 16-е, что ли, Англия, туда-сюда. Я писал народную песню, начинал как «Крестьян, черная стреля», естественно, английский. Но я принес, такое было ленинградское мнение, телефильм «Экран». Нет, да, «Экран» принес, да, они почему-то это все делали. Они говорят, ну вот вы, чрезвычай, не позвоните, мы послушаем там. Я им позвонил, а вы знаете, что приходит, забирает свою песню. Мы ее не слушали, у нас не были, и вообще мы нас не хотим, до свидания. Я говорю, что случилось? Ну, понимаете, все-таки есть какой-то предел, все-таки, вольнодумство и безыдейщие. Ну, смотрите, что вы написали? Как же я написал народную песню «Крестьян» 16 века. «Англия война», «На имела розы», вот, «Про короля Генриха». Я говорю, ладно, ладно, мы не дурачки, сидим. Мы говорим, что ты, Леонид Ильич Брежнев, уже стар, годами, и может не всегда правильно говорить или что-то еще, но нельзя же так откровенно от этим издеваться. Я говорю, как-то, Леонид Ильич Брежнев. Вообще, какой-то даже мысль, ладно, ладно, не дурачки, забирайте, до свидания. Я ушел, не словно хлеба. Прошло лет так, 20. Мне звонят уже с радио, и говорят, знаете, вы сейчас возобновили радиопостановку «Черная слева». Все говорят им замечательную песню, написавивающую те времена, вот несите ее нам обратно. Я говорю, как, ну она по идейному соображению, Ангела Бракова. Он говорит, ну что вы сейчас, свобода, демократия, все хорошо, уже это после августа, с первого года, все вот. Да, значит, я приношу. Он говорит, вы оставьте, мы послушаем. Я им звоню, человек. Он говорит, знаете что, так договоримся, мы вас не знаем, мы эту песню не слушаем. Вот забирайте, потому что здорово. Говорят, что случилось? Ну мало того, чтобы издевать, то кое-что, что Борис Николаевич Ельцин уже не очень здоровый человек. Нужно же не так откровенно издеваться. Мало бы вас кто-то при Чиневской войне сказали, они про выборы в Думу несправедливые. Я говорю, какие выборы в Думу? Это Англия в 16-м, знаю, что вы говорите. В общем, выберли меня. Так эта песня никуда и не попала. В результате так. Война на Белорозе. Я снялась в 16-м, еще не путаюсь, там, давай еще на Тюдоров, да, в Англии. Есть ли мы все? Ага, хуй. Окрестности в пожаре, пылорим за окном. Король наш, старый Гарри, подвинулся в угол. Ленивых опаленных зерна не соберешь. Летят отряды годных, выдапливая рожь. К чему страдать трудиться, все пущено на слов. Не дай Бог родиться, при Генрии шестом. Не дай Бог родиться, при Генрии шестом. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Чем над полками знака, за что ведется тот, кто править будет нами, Ланкастер и Лью-Йорк. Какого нам бельбожия не прочат короля, для нас одно и то же не воля, не петля. Милон, дождь, веселиться, давал об руку в том. Не дай Бог родиться, при Генрии шестом. Не дай Бог родиться, при Генрии шестом. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Повсюду запад галил, покинутый домах. Кого наш старик, Гарри, совсем сошел с ума. Даст тебе создатель, дожить до старых лет. Бросай соку, приятель, бери за полет. Стерна летит, как птица, пошит в леске снов. Не дай Бог родиться, при Генрии шестом. Не дай Бог родиться, при Генрии шестом.